Добрый день друзья, с вами Зидыч и сегодня мы поговорим о новой карте Кубань, а также о дымах, которые добавлены в игру в патче 1.69. Начнем с того, что Кубань была практически полностью переделана, это можно сказать новая карта и самое главное то, что теперь она предоставляет гораздо больше тактических возможностей. Во-первых, она стала более равномерных, нет серьезных перепадов по высосе и если рассматривать точку Б, то мы видим, что в верхней части нет такой прямолинейности, как раньше, теперь команды не встречаются практически лоб в лоб, а есть вариативность, то есть зона практически растянута, кроме того появился дальний объезд еще выше по периметру карты. Кроме того, имеется еще специальное место возле озера, по которому могут пройти специальные танки-амфибии. Если же рассматривать центральный район, в частности точку А, то можно сразу определить, что она изменилась меньше других, даже по-прежнему остался тот же мост, который я думаю все вы прекрасно знаете. Сама же точка осталась на том же месте, а вот что действительно поменялось, так это окружение, где стало немного меньше растительности, ну и конечно же резкие склоны, они тоже исчезли. Но холмистый характер остался, поэтому низин для укрытий и достаточно. И теперь самое интересное, точка С, которую сместили вниз, для чего потребовалось также увеличить размер карты, и помимо того, что появились довольно широкие холмы, в большом количестве с объездными дорогами построили гулаг, который позволяет укрываться тем или иным игрокам. Но сама точка размещена не по центру этого построения, а немного левее, если рассматривать карту вот с того же ракурса, как вы сейчас видите на экране. То есть сам гулаг это огромное множество зданий, которые являются естественным укрытием во время серьезных перестрелок. А такие перестрелки на точке С будут в большом количестве, пожалуй это будет самая жаркая точка на Новой Кубани. Вопросы вызывает лишь балансное расположение данной точки, потому что, как я уже сказал, она смещена немного левее по строению, что говорит о том, что у одной из команд будет некое преимущество в плане захвата точки, а у другой в плане прикрытий и соответственно организации каких-то засад. Ну а возможно это ошибочное мнение, потому что, уверен, разработчики и геймдизайнеры замеряли время до прибытия к данной точке. А вот что касается укрытий, ну я думаю пока же это время, возможно что-то и изменится. В целом Кубань со своими новыми локациями, озерами, обходными путями стала интересней. Кроме того, изменился и световой диапазон данной карты, то есть в целом здесь стали более интересно смотреться различные объекты. Действительно, над карты поработали, потому что прошлая Кубань, она немного резала глаза. А теперь поговорим о еще более интересном нововведении Дымы. Как же ими пользоваться, в каких ситуациях сегодня, я постараюсь все вам пояснить. Итак, в данной ситуации применяется М60А2 Старшип, который заезжает на точку и сразу выпускает Дымы. Это происходит на точке С. Соответственно, кемперивший противник не видит, что и где происходит на точке, он не может помешать захвату. И вынужден подъезжать в ближний бой. Конечно, он мог стоять на дистанции и простреливать Дымы пулеметами. Но здесь есть укрытия, которые пулеметом не простреливаются. И, соответственно, неизвестно, что может дальше предпринять Старшип после захвата точки. Здесь реально нужно быстро ехать и сбивать захват, пытаться ему помешать. А это уже серьезные риски для кемперившего противника. Главное в данной ситуации на Старшипе не делать все прямолинейно. То есть не выезжать после захвата по центру данного дымового облака, чтобы не подставиться, а удивить врага с помощью флангового обхода слева или же справа. Конечно, дымовую завесу можно делать не только прямо на точке, а во время того, как вы к ней приближаетесь, чтобы ваши союзники, если они были под прострелом, могли безопасно до нее добраться вместе с вами. Но, опять же, никто не отменял пулеметы, которые будут пытаться нащупать силуэты ваших танков в дыму, что серьезно усложняет дело, хотя точных прицельных выстрелов точно не будет. Вообще, пулеметы в данных ситуациях против дымовых завес это фактически легальный чит. Надеюсь, разработчики что-то с этим придумают. А теперь об особенностях. У нас на Старшипе 8 специальных дымовых зарядов. Каждый заряд, кстати, имеет свой размер, свою эффективность, но об этом чуть позднее. Итак, они практически одновременно выпускаются, как вы видите, я специально показываю вам все с маркерами, чтобы было понятно, что происходит. Но на самом деле, маркера даже в аркаде исчезают при дымовой завесе. Но в режиме повтора это видно плохо. Чтобы лучше рассмотреть различия, мы возьмем следующую новинку патча 1.69, Объект 268, у которого всего два дымовых заряда. Вы сейчас скажете, почему так мало, но не торопитесь с выводами. Сейчас вы все поймете. Итак, у 268 их действительно всего лишь два, но довольно больших и крайне-крайне эффективных. То есть заряды М60А2 и в подметке ему не годятся. И здесь я сделал ошибку зря, выпустил второй заряд, потому что и так было потрясающее просто дымовое облако, которое позволило 268 сдать задом, спуститься на низину и скрыться от противника, который его обнаружил. Это и есть еще один способ применения данных дымовых завес, чтобы спастись, если вас, как кемпера, выследили. Конечно, дымы можно отбрасывать во время движения, то есть если вы занимаете кемперскую позицию, а за вами едут союзники, которым нужно какое-то прикрытие. Но хочу сказать, что у 268 есть очень важное преимущество. Он не выстреливает, как другие танки, сразу все свои дымовые снаряды, а что-то может оставить и для себя. И вот теперь самое важное, самое лучшее, что приобрели танкисты с появлением дымовых завес. Злейший враг танкиста это, конечно же, штурмовик, который может прицельно уничтожать за свои подвесы по несколько единиц техники. Но теперь, когда вы, например, на ваш Д-5, заезжаете на точку и выпускаете 12 снарядов, противник просто не понимает, как бить прицельно и вынужден рандомить. А средние и тяжелые танки можно уничтожить лишь при прямом попадании ракеты, и то не на 100%, поэтому точка будет захвачена. И даже сброс бомб средней тяжести не гарантирует фраг, потому что ее нужно положить неподалеку от цели. А теперь к дымовым снарядам, которые невероятно полезны, ведь с помощью них без риска для танка можно отдымить какой-то сектор, чтобы помочь союзникам проскочить опасное направление. Ну или же просто выстрелить в холм, в котором находятся вражеские кемпера, и, соответственно, просто испортить им воздух. В буквальном смысле слова, из-за чего они вынуждены будут менять позицию, а на это требуется время. Видимость в таком дыму не какущая, главное, в этом дыму не просаживается фпс, чего не сказать об одном мыльном проекте, который в дымы без просадки фпс не смог. Тут, ребят, простите, ну не смог удержаться. Поэтому на этом будем заканчивать данное видео, поддержите данный формат пальцем вверх, и увидимся в ближайших новых рубриках. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok